Всем привет! Мы продолжаем приходить Wasteland 3, ну и в этом эпизоде мы с вами, скорее всего, осмотримся хорошенько на штабе, потому что... А здесь, как выяснилось, ну, дофига всего. Мягко сказать, причем дофига. Нужно рассказать вам кое-что, Рейнджеры. Молодцы, Рейнджеры! Приятно вновь услышать собственные мысли. Раз уж здесь стало достаточно тихо для разговора, позвольте мне вновь представить вам замечательного Сергея Грейцки, который будет помогать вам с коллективом. С возвращением, Рейнджеры! Чертовски жаль ваших людей. Раз уж вы здесь, мы сделаем все возможное, чтобы снова поставить вас на ноги и найти для вас новобранцев, как Патриарх и обещал. Я уже нашел одного из лучших. Знакомьтесь, Марселло Гонзалес, магистр электроники и радиотехники, и бывший диспетчер-шерифов. Он будет вашим радиооператором. Здорово, Рейнджеры! Пока вы занимались сигнализацией, я взял на себя смелость установить в вашу машину боевой искусственный интеллект. Он должен вам помочь. Если захотите поболтать, я буду в операторской. Повожусь с наладкой оборудования. Скоро прибудут новобранцы. Уже определились, как хотите укомплектовать свой отряд, и у нас подсказка. Поговорите с сержантом Грейцки для набора в отряд новых рейнджеров. Вы можете взять отряд до шести бойцов. Не более четырех могут быть рейнджерами. Еще два места могут занять спутники, вроде Шрифа Квона. Спутники уникальны и неигровые персонажи. Официально они не рейнджеры, но все равно хотят помогать вам. Во время странствия по Колорадо вы встретите многих спутников. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нее есть на примете. Покажи, кто у тебя есть на примете, вернее. Совет. Собирайте отряд из людей, чьи навыки дополняют друг друга. Никто не может быть хорош во всем. Поэтому выбирайте новобранцев, которые будут полезны вашему отряду. И вы всегда можете пополнить отряд людьми, которых встретите по ходу дела. Имейте это в виду, когда будете выбирать из предложенных новобранцев. Уху, и мы можем создать, наконец-то, еще двух персонажей наших. Ну что ж, я думаю, мы создадим, опять же, своих персонажей. Имя, название, главное. Ууу, Черная Гадюка. Помните, сериал с мистером Бин? Роуна Маткинсоном был. Голос. Прошлое. Ну, давайте этот будет книжным червем. Внешний вид. Я думаю, мы сейчас попробуем рандомом погенерить. Оу. Ну, сон неплохо. Мне нравится, я не хочу сильно заморачиваться. Давайте что-нибудь здесь выберем. Вот этот вот чувак похож на какого-то странного бомжа слэш рэпера. Я вот только сейчас понял, знаете, как будто у него микс-тейп свой есть. Что-нибудь нормальнее есть? О, вроде такой. Проясненный тип. Мне нравится. Оружие. Ну, как минимум нам кто-то нужен с штурмовой винтовкой. Параметры. А если у него штурмовой винтовка, харизму нафиг. Интеллект на четверочку. Скорость пусть будет 2. Сила. Я думаю, пока хватит. Наблюдательность оставим. Удачу заткнем. Координацию на 6. 7-8. И 2 очка в силу. И в наблюдательность. Сила у нас хп дает. Такая. Да. Силосложение за уровень 9. А так плюс 35. А так будет... Ага. Нифига не понятно. Ладно. Ну, допустим, вот так. Навыки. Ну, естественно, автоматическое оружие давайте вкачаем. А чего у нас еще нет? Нам нужна чудная наука? Давайте до трех качаем. Нам нужен всезнайка. До трех. Выживание, наверное, не очень. Так что у нас еще? Механика вскрытия замков у нас есть. А модификация брони и модификация оружия возьмет другой человек. Здесь можно тогда взрывчатку взять. Ну, например. Так. Там будет модификация оружия. Модификация... Хотя... Ну да. Давайте вот так. И еще одно очко тогда в автоматическое оружие. Этот будет вот с этими, по сути, четырьмя навыками. Особенность. Что у нас тут есть хорошего? Нельзя читать книги навыков. Сопротивление эффектам. Одиночка? Нет. Скрытность это не про нас. Вот это мне, в принципе, нравится. Хм. Золотый искатель, кстати. Можете иногда находить ценные золотые самородки во время раскопок. Но поскольку мы прямо сейчас скоро будем с вами копать... то почему бы и нет. Угу. Ну да. Ну да. Хотя вот это тоже неплохо. Получаемый урон увеличивается на 33%, но и сам он будет наносить на 33% больше. С винтовками он особо в ближний бой не полезет. Мне кажется, нормально. Подтверждаем. Ну, такой нормальный рейнджер вышел. Так. И давайте еще кого-нибудь создадим. Декс. И еще один... Давайте это будет дама. Женщина. Узурпер кэш зеро. Файт. Сторм джаз. Вот джаз. Отлично. См. Эм, так. И, наверное, ей я все-таки дам пистолеты. Поэтому здесь мы возьмем пробивание плюс-два. Пробивание плюс-два, да. На пистолетах будет важно. Хотя можно взять и тоже винтовки. Вопрос, не упремся ли мы в патроны. Но, с другой стороны, нам же и пистолеты будут попадаться хорошие. И, в принципе, во второй части, ну, неплохие пистолетики были. Внешний вид. Давайте. Эм, я думаю, давайте порандуем немного. Ой. О! Совершенно внезапно мне нравится. Ну, это только она будет темнокожей. А, тут прямо темнокожих нет. Тут есть краснокожая, что самое интересное. Ну, что-нибудь. 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 Вот так вот сделаем тогда. Окей. Сойдет. Портрет. Угу. 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 Половина смотрят на всех как на говно. Мне вот это не нравится. А половина смотрят так, как будто в инстаграме фоткаются. и что-нибудь а вот все что не брутальные и более-менее добрые они старые ну вот от девчонки вроде ничего так оружие ну что шла на давайте это будет пистолет но фишка в том что они пистолета объединили с дробовиками в одну категорию поэтому потом она сможет использовать и дробовики тоже харизму уберем интеллект опять же четверочку силу нам пригодится потому что будет близко скорость я думаю вот здесь может пригодиться наблюдательность и удача потому что она дает пробивание координацию сделаем 8 ну как то вот так мне кажется да потому что удача здесь даже точность не так важно наверно потому что стрелять мы будем часто а вот пробивание нам пригодится навыки и так у нас где тут было стрелковое оружие видите здесь пистолеты и дробовики поэтому суда мы выкладываем троечку теперь здесь у нас что с вами здесь у нас должна была быть модификация брони модификации оружие так дальше бартер и взрывчатку мы там взяли правильно там взрывчатка кажется было черта как проверить как нибудь можем это проверить что у нас у кого-то уже есть никак ну ладно если вдруг понадобится мы возьмем просто бартер смотрите стоимость продажи поднимает каждый скилл поинт на 50 процентов это нифига себе тут аж 200 процентов поэтому я думаю это может пригодиться модификация брони все знайка есть ну да кажется взрывчатку мы там взяли план тогда что тогда стрелковое оружие особенность а вот здесь как раз будет у нас зыд золотоискатель подтверждаем а мы можем а мы если что можем создать нового давайте нажмем готов слушайте я могу обеспечить вас людьми но если во время своих походов найдете кого-то толкового не стесняйтесь предлагать им вступить в наши ряды раз уж мы разобрались совсем пора обсудить дальнейшие шаги ну шо ж вы босс так что я не собираюсь указывать что делать но для начала стоит привести все в рабочее состояние для этого нужно осмотреть штаб и найти специалист звучит неплохо превосходно это лишний повод разобрать копившийся здесь хлам нужно понять что из этого нам нужно после этого возможно есть смысл помочь шерифу дэйзи если ваша помощь и устроит возможно она подберет пару людей для нашего штаба вам решать колорадо спринкс находится прямо за главными воротами если хотите двинуть двинвер или аспен прыгайте в машину возвращаетесь туда откуда пришли у нас есть еще вопросы конечно спрашивайте можете вместе с коном рассказать о себе подробней ну к сергей сам себя хвалить не станет так что сделаю это за него он величайший герой колорадо сражался вместе с патриархом с самого начала и спас его жизнь не меньше сотни раз не правда ли сергей не больше 75 давайте тогда мне рассказать вам об этом хитреце никто не знает улицы переулки колорадо спрингс а также вас жителей лучше дарья квона ты слишком добр сергей а вы сами вызвались добровольцами да мне уже поднадоело день за днем заниматься одним и тем же на посту шерифа и в отставке было не лучше только сидишь и смотришь как краска слезает со стен я сразу решил вам помочь как только у меня появилась такая возможность в оба слишком уж стремитесь помочь группе незнакомцев что у вас за цель это правда что я хотел уйти шрифов это не все патриарх попросил меня приглядывать за вами так что вот он я еще мне страшно надоело сидеть в отставке мы патриарху тоже делаю одолжение так вы шпионы скажем так связи патриарх хочет чтобы у вас все получилось но знать что будет непросто вы здесь незнакомцы на незнакомых землях не знаете политики не знаете людей кто кого ненавидит где людей прикапывают тут мы вам поможем присмотрим за тем чтобы совершали меньше ошибок и не переходили дорогу влиятельным людям а да вы должны отчитываться перед патриархом обо всех ваших делах вы ведь не надеялись что вас оставит на произвол судьбы а к чему все это сигнализации роботы понятия не имею мы пришли сюда полторы недели назад но здесь была полнейшая тишина уже собирались здесь прибраться перед вашим приездом но на город напала семейка дорси поэтому пришлось отложить все дела должно быть что-то запустила систему безопасности это могло быть что угодно сколько времени это место было заброшено патриарх прогнал последнюю большую банду около 10 лет назад до этого со времен потоха здесь жили всевозможные разбойники ополченцы и сектанты последнее время здесь живут в основном преступники и беженцы нужно осмотреть тут все на предмет постояльцы возможно сигнализация сработала из-за этого что за потоп уже не первый раз про него слышу в здешних местах мы называем ядерный апокалипсис огненным потопом потому что так оно и было но в потоп был водяным а ядерная бомба потопом огненным что там радиоператор сказал насчет установки боевые в нашу машину гонзалес этого специальность и позволит вам отдавать приказы машине в бою даже если внутри никого не будет проще говоря она станет очередным членом вашего отряда у пока что у нас не осталось вопросов секунду простите но мне кажется что сейчас я вам понадобится не меньше помощи на просторах колорадо чем в штабе что если я вступлю в ваш отряд пока вы не будете готовы действовать самостоятельно что-то предлагаешь я знаю этот город как свои пять пальцев а город знает меня во время работы на посту шрифа у меня появилось много полезных связей и надежных информаторов потому что я отлично умею стрелять и хорошо разбираюсь техники хоть мне как патриот и обидно это говорить но у нас тут есть места где мои навыки будут полезны спасибо помощь нам не помешает отлично я в вашем распоряжении видите ухты спутники новый спутник шрифт вон вы завербовали первого спутника спутники это уникальный тип участников отряда в отличие от создаваемых вами рейнджеров спутники это заранее созданные персонажи у которых есть свои личности свои планы если их разозлить они могут от вас уйти а у вас в отряде может быть это нам уже говорили ну что посмотрим кто у нас в отряде и так и посмотрим не пролюбился ли я с созданием бартер модификации брони а здесь взрывчатка всезнайка чудная наука все все скиллы у нас покрыты даже же полис покрыта из-под тяжка у этого чувака есть давайте посмотрим у нас здесь есть таланты таланты глубокие карманы быстрые ячейки плюс 1 но нам нужно автоматическое оружие всезнайка теперь взломанных вами роботов будут атаковать другие противники взрывчатка при обезвреживании мин 33 процента шанс получить гранату а вот так мне нравится вот это кстати мне нравится эффективность вражеских укрытий при атаке снижается на 25 процентов тоже супер чем раньше мы возьмем вот эту штуку тем больше гранат она нам принесет ухты ухты радиус поражение гранатами другими способностями влечь хотя никто а он у нас взрывчаткой ты владеет и хорошо да давайте тогда возьмем вот это мне кажется неплохой вариант у тебя стрелковое оружие это кажется к шотгану да это шотган ваша шкала спецатаки заполняется дополнительным пять процентов при каждом успешном попадании из пистолета неплохо покупка нескольких предметов дает 20 процентную скидку здесь что ухты есть пять процентов шанс продать хлам в 50 раз дороже его стоимости круто разборки предметов теперь можно обнаружить модификации но разбирает же блин обидно что разбирает по моему механик механика же дает возможность разбирать это первый фейл работа с механиком механик вы знаете с максимально нет не факт кстати не факт ну-ка инвентарь ты можешь ли ты разобрать ваш сможет или это на пати на всю действует я не знаю но давайте тогда возьмем вот это потому что во второй части кажется это было приятно штука так теперь все с этим закончили с закончили у нас двое практически голых товарищей куртец держи есть куртец куртецов больше нет и штанцов тоже печальника у девчуль твой звездный час те еще шотган достанется причем шотгана 2 11 15 18 25 стиратель так полярный экспресс ракета это навыки взрывчатки о друг те повезло у тебя еще будет ракетница он стихиями полностью игнорирует броню врага стихийный урон бывает четырех типов урон электричеством огнем холодом и взрывом часто враги воспринимчиво к одним типом стихийного урона и устойчиво к другим вот это вот будет интересненько так что у тебя с штурмовой понятно давайте посмотрим 823 хз давайте возьмем 823 хз зимний воин не ну не так круто пистолет пулемет у нас никто не пользуется кстати о пистолете что здесь 1519 старик зимовик 30 3442 одно стрелковое оружие слушайте то урон для них все таки очень даже неплохой я хочу сказать так машинка зажигалка прочий хлам у тебя кстати что убеждатель тоже фиговенькая штурмовая давайте ему чуть получше наш найдем снайперка тяжелый пулемет огнемет ракетах оружие для рукопаш ну вот так чуть побольше урона уже приятно но все-таки урон от по сути патроны а патроны нам нужны окей а мне бы что сделал я поговорил вот здесь штабе с товарищем радистом кстати он сюда ушел а где он товарищ радист о вот он товарищ радист рядом с радиоаппаратурой гонсалес чувствует себя как дома при вашем приближении он сухо здоровается добро пожаловать центр связи рейнджеры патриарх любезно разрешил мне пользоваться своим снаряжением у меня вся высокочастотная радиоаппаратура уже настроена отныне я буду вашим связным вы в любой момент можете связаться со штабом рейнджеров по рации я буду связываться по необходимости когда будете проводить задержание сообщайте мне по рации рад служить расскажи о своей радиоаппаратуре лучшего комплекта по эту сторону скалистых гор не найти эту аппаратуру много лет собирал многое руками на коленке держится на соплях и веревочках понимаете это единственный комплект колорадо работающий на всех частотах даже высокочастотном диапазоне это значит что мы сможем с вами связаться практически в любой точке колорадо основные элементы управления просты попробуйте сами поработать с устройством пока вы здесь я ловил самые разные сигналы возможно вы даже с аризоной свяжетесь что-то патриархи думаешь с радиостанции уже какое-то время работаю слушаю самые разные истории со всех частей света ужасов которые вы не поверите идеально ли колорадо нет но он гораздо лучше всего что я видел что думаешь о своей работе с рейнджерами честно это круто служить и защищать вас да с шерифами мне стало скучно было такое ощущение что ничего полезного для людей я уже в жизни не сделаю я горжусь тем что теперь я рейнджер неуверенность но как-то не верю ей можешь рассказать чем занимаешься я ваш специалист по радиосвязи буду принимать ваши вызовы и при необходимости вас вызывать это несложно сложно поддерживать оборудование в идеальном работоспособном состоянии ты нам машину и установил ты специалист но нет просто выяснилось что искусственный интеллект не особо от радиоаппаратура отличается оказалось установить его достаточно просто но до этого я ничего бы и не знал ладно всего хорошего заходите зайдем еще не бойся не будем стесняться от нашего стимуля а где остальные то пробел как выделяет так и раз выделяет вот так вот коварство что же у нас здесь помните прошлый раз был тостер до которого мы не могли добраться но дверь внезапно открылась а давайте начнем с того что починим си тостер о люди тут наверно столовая была надо как можно скорее привести в порядок пожалуй самый легкий способ заручиться преданностью людей хорошо их кормить согласен ну что тостер эй чпок ух ты а латунный жетон с изображением хмурого лица надписью тариан этот значок официально подтверждает что вы овладели древним искусством починки то есть ремонт тостеров плюс один а кто у нас мог чинить тостеры вот ты правильно да давайте тогда ей сразу и наденем ремонт тостеров а вот тебе например дополнительно подадим не вот тебе супер ну что ж первый тостер починин там люди 4 не хочу с людьми общаться ну их нафиг опа тут очень даже шикарно можете тут выставку трофеев или музей организовать балкор или площадку для гонбола только тут какие-то ребятки бегут точнее даже не ребятки ави порядке а как где наш шнайпер вот наш шнайпер чпок не успел не успел но у нас такая шабла что я думаю что два 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 сраных вепря нам ничего не сделают ладно защитимся ховк а подойди к суда дружи и давай-ка ты встанешь в овервотч блэкедер ух ты может несколько раз даже пульнуть может несколько раз даже пульнуть ну давай-ка ты тоже в овервотч джесс джесс олда джесс овервотч и комрад я не знаю мне жалко патронов давайте тоже овервотч и ждем эй отравленный шип от вообще не честно а вот это через стенку читерство ух ты она там энергетическое оружие эй о пистолетики тоже кстати нормально так саживают ухты котик ну давай майор том коткинс еще разок и майор том коткинс заканчивает эту историю я надеюсь что у нас никто от этого яда не подохнет надеюсь ну ладно будем осматриваться здесь о патрошки деньги всякая фигня так что не цвет пресет их ничего ухты упавший рекламный щит как вас кто его сюда поместил компуктер компуктер кнопка питания компьютера не поддается нажатию словно заржавела наконец она с хрустящим скрежетом нажимается раздается грустный звуковой сигналы экран включается сбой массива рейд многие секторы повреждены запуска автоматического восстановления восстановление завершено просмотреть восстановленные журналы посмотреть журнал персонажа персонала для базы такого размера журналов меньше чем можно ожидать во многих записях данные повреждены не подлежат восстановлению но вы находите несколько читаем их а личный журнал полковник фуршет полковник фуршет на 2 марта вот 98 года вчера наступил конец света на 6 система парова спасла колорадо спрингс но дэнвер уничтожен ни с кем за пределами штата связи нет дисциплина удержит моих людей в узде а вот гражданские запаникуют уже через несколько дней надо приготовиться удерживать позиции до восстановления связи с вашингтоном а давайте попробуем установить журнал у нас есть сезнайка 3 этот файл зашифрован вам удается найти самодельный скрипт который зашифровали файл и воссоздать в ключ о мы сможем так читать много я так смотрю личный журнал 2 лейтенант хелкот 15 сентября 95 года он уставился в экран и стучал пальцами по клавишам извлекая данные системы и мастерски заметая следы стоит дверях и высматривая охрану лейтенант амора тайком на него поглядывала очарованы его с ровыми синими глазами вы уже нашли улики капитан хелком у нас мало времени капитан нажал еще несколько клавиш и кивнул он излёг дискету из дисковода и дал знак лейтенанту обратно вентиляцию быстро дамы вперед сказал он помогая лейтенант амора забраться вентиляционную шахту под потолком она ловко проскользнула несмотря на пышные формы капитан хелком с легкостью подтянулся вслед за ней и установил решетку на место как раз к приходу охраны ладно что здесь старые журналы охраны с помощью фильтров вы отсеиваете рутинные поврежденные отчеты возможно для доступа к некоторым файлам понадобится компьютерный специалист и фифу попытаться восстановить журналы безопасности из-за неверных метаданных не удавалось должным образом отфильтровать от файлного легко устранять ошибку отлично ёшкин кот еще раз попытаемся и еще раз смогли все кажется начать 005 отчеты космостанции цитадель повреждены средства противоракетной обороны к бою готовы полная боготовность отчет 77 радары штаба американского по подтверждают приближение множества объектов защитные средства наведены на первоочередные цели персоналу приказано явиться на места дислокации в убежищах отчет 221 район по североамериканского континента подтверждает 95 процентов эффективность оборонных мер на местах не удается выйти на связь с их штабом и тихоокеанским командованием не удается выйти на связь с белым домом перерассмотрена оценка эффективность средств защиты вне локальной зоны равна 5 процентов уровень готовности полная боготовность проведена реконструкция радиосигналов с обрывков передач в течение последних двух месяцев расшифровка прилагается народ аризоны мы уцелевшие офицеры 249 инженерного батальона долго не могли связаться с командованием и пришли к печальному выводу что наше правительство пала каждый из нас вступил вооруженные силы чтобы защищать народ соединенных штатов и даже если сша уже нет мы впредь намерены защищать вас по мере своих возможностей мы слышали по радио ваши просьбы о помощи и хотим чтобы вы знали помощь идет продолжайте вызывать не покидайте укрытие и крепитесь мы идем это сообщение будет повторяться начато уничтожение секретной информации уничтожение завершено команда выполнена полностью автономная охранная система активируется через 30 минут во внешнем периметре замечено перемещение нарушителей ведется наблюдение нарушители отошли без боя ведется наблюдение во внешнем периметре замечено перемещение нарушителей ведется наблюдение четвероногое существо опозна как невраждебное приоритет наблюдения снижен существо остается на месте существо уходит происшествие без боя 1846 происшествие потребующих вмешательств охраны 5 так перемещение нарушителей ведется наблюдение к объекту приближается двуногое существо отправка служебных роботов нарушителю смирен происшествие без боя 2008. С охраной 9. Автоматическая правка. Следует считать нарушитель. В журнал внесен запрос о технологической проверке отчета 100 отделом ИТ. Сообщение о поломке главного генератора поступило тогда-то. Если ее не устранить, она приведет к катастрофическому отказу охранной системы. Отдел ИТ не ответил на запрос о ремонте. Основные служебные роботы переведены в спящий режим для сохранения энергии для систем наблюдения. Вспомогательная система обработки переведена в спящий режим для сохранения энергии для главной системы обработки. Автоматическая правка. Следует считать катастрофическому. В журнал внесен затрос о технологической проверке отчета отделом ИТ. Система переводится в спящий, но бдительный режим. Нарушитель 032 возвращается в командный пункт, разжигает огонь для нарушителей 030, 031, 033. Нарушитель 034 готовит им еду. Регистрация реквизиционной заявки на дополнительных служебных роботов по причине похищения основных служебных роботов 005-010 нарушителем 011. Заявка зарегистрирована 1500 раз. Повышен приоритет заявки. Попытка вывести оставшихся служебных роботов в спящего режима. Попытка отказалась неудачной. Происшествие без боя 7242. С вмешательством охраны 15. Одно не отреагировало. Происшествие, на которое не было возможности отреагировать 4000. Нарушитель 034 отнесен к классу покойный. Вывод системы спящего режима завершен. Доступ к базе. Нет новых данных после катастрофического отказа системы. Нарушители 6973 введены в каменный пункт. Слушебные роботы не отвечают на инструкцию по выходу из спящего режима. Ведется наблюдение. Нарушитель 071 полностью отремонтировал систему наблюдения. Нарушитель 69 получил доступ к системам наблюдения. Самобиагностика завершена. Служебные роботы 103, 22 и 616 на месте, но не отвечают. Основной источник питания не отвечает. Вспомогательный источник питания работает на 20%. Отчеты основной системы обработки положительные. Ага. Ну и вот, видимо, сегодня где-то. Замесено перемещение нарешителей по периметру. Нарешитель 159 внесен в журнал и приближается. Нарешитель 158 замечает нарешителя 159 и возвращается в казарму. Различные нарешители проявляют беспокойство и баррикадируют дверь в казарму. Нарешитель 159 отходит после доступа в командный центр и арсенал. Служебные роботы не отвечают. Нарешитель 166 выходит из казармы, заходит в карцер и пользуется компьютерным терминалом. Ужасные нарешители. Нарешитель 156 начал перезапуск генерабора. Питание восстанавливается, служебные роботы выходят из спящего режима. Полная боегото... боегодобность. Все. Мы узнали, что происходило с базой примерно. И все еще нас ранит яд. Так, что-нибудь еще здесь есть? Что-нибудь, что может оказаться нам полезным? Видимо, нет, но у нас здесь действительно, скорее всего, будет архив. Взять все. Взять все. А что насчет... Сюда мы можем подняться? А что насчет действительно нашего архива? О, так. Ничего. Ничего. И здесь ничего. Ладно. Ну, просто есть уже смысл здесь все обыскать хорошенько. Ух ты. Обугленная книга. Жаль, что это хлам. Ну, кстати, пирк... Позволяющий. Продавать хлам. Дороже. Сколько? В 50 раз? Это прикольно. Ну, 5%, но все равно. Окей, там люди. Люди это зачастую перестрелки. Прошу, не стреляйте. Исхудалая женщина, одета в лохмотье. Ее окружает группа измученных вродяг, которые наблюдают за вами со страхом и недоверием. Кто вы такие? Вы не похожи на шрифов. Мы рейнджеры. Кто вы такие? Меня зовут Дель Хакетт, и я... Я представляю этих людей. Мы живем здесь уже несколько месяцев. Нам некуда идти. Прошу, позвольте нам остаться здесь. Не стоит. Я был на их месте, и здесь располагается военная база. Если повсюду будут эти бешенцы, ни о какой дисциплине не может быть и речи. Да и новобранцам это не понравится. Такие люди, как мы, не заботят людей Патриарха. Но вы совсем другие. Она со страхом смотрит на Квона, но он, кажется, не заметил ее взгляда. Откуда вы? Мы все работали на полях, на границе между Колорадой и Равнинами. Думали, что там все будет спокойно, под присмотром Патриарха. Раньше банды боялись Патриарха, но эти времена прошли. Они сожгли наши теплицы и убили всех, кто пытался им помешать. Нам больше некуда было бежать. Так мы и оказались здесь. Это из-за вас сработала система безопасности? Мы не специально. Несколько дней назад к базе приехали люди Патриарха, поэтому нам пришлось здесь спрятаться. Когда Энди пошел проверить, ушли ли они, все двери закрылись, и начала реветь сигнализация. Не знаю, из-за чего это произошло. Мы уже несколько недель живем в этих руинах, но раньше никакая сигнализация не срабатывала. Разве для вас не найдется место в городе? В городе нам не рады. Им и так не удается прокормить всех своих, не считая постоянно пребывающих. А, ну слушайте, они фермеры, если они нам здесь что-то смогут порастить, почему бы и нет? Хорошо, оставайтесь. Ну, я не могу просто так вот прогнать людей. Твое решение. Добровольцы будут недовольны, но Патриарх поставил главным тебя, а не их. Вы разрешили? Не думала, что это возможно. На измоченных лицах беженцев появляются улыбки. Некоторые даже бросаются друг другу в объятия. Обещаю, мы не будем вам обузой. Будем помогать всем, чем сможем. Спасибо, что позволили нам остаться. А, да, у нас пропал один из наших, Энди. Если найдете его, не отправите ли назад к нам? Вы слышали? Нужно показаться рейнджерам, что мы достойны остаться здесь. Хм. Что-нибудь у вас есть тут? О. Скрыт замок. Чпок. Ух ты. Взять все. 12 октября 1998 года. Шесть, нет. Семь месяцев после бомбежки. У западных ворот произошел инцидент. Несколько гражданских сделали подкоп под забор и побежали к продовольственному складу. Сержант Питерс приказал открыть огонь. Таково распоряжение. Расцветителей расстреливать на месте. С 80 метров они мне показались невзрачными. Когда я подошел поближе, чтобы осмотреть тела, я понял почему. Они были похожи на пугало. Кожа и кости. Старшему было лет 15. Кожа и кости. Кожа и кости. Кожа и кости. Каждый раз, закрывая глаза, я вижу лицо этого ребенка. Господи, прости меня. Я так больше не могу. Оу. Оу. Ух ты. И у нас, смотрите, кауховка уже повышение уровня снова. А. Ну-ка, ну-ка. А какого она уровня стала четвертого? А я тоже давно четвертого. Она четвертого. А эти ребятушки тоже четвертого. Почему она от них отстала? Не очень понятно. Ну да ладно. Что ж. Если мы ей сейчас повысим координацию, у нее увеличится количество очков действия. Я только за. Так. Теперь навыки. Да, это я подтверждаю. Навыки. Тяжелое оружие. Вскрывание замков. Скорее всего, нам пригодится. И пока мы здесь на базе. На базе. Вскрывание замков может еще одно взять. Или механику. Или тяжелое оружие. Давайте возьмем. Хотя, пока мы стрелять-то не стреляем. Нет. Пока мы стрелять-то не стреляем. Давайте лучше возьмем вскрывание замков на два. Вот. Теперь, да. Подтверждаем. Таланты. Тяжелое оружие. Подавление огнем. Так. Работа с механикой. Дополнительный урон по роботам. Ремонт тостеров. Бонусная барахлона. В игре, на самом деле, считанное число тостеров. И, ну, насколько я помню, во второй части этот перк того не стоил. Поэтому посмотрим, что. 0.5 к скорости бою. Да. Нет. Так. Дополнительный урон по роботам. И по транспорту. Хм. А вот здесь? Атака из тяжелого пулемета, расходующая вдвое больше пуль. Потеряли меня на этом. Хорошо. Тогда роботы и транспорт. Так. Я вот тут подумал. Мы с вами что не сделали? Мы с вами не попытались таки связаться с Аризоной. Ну, и штаб у нас довольно-таки большой. Смотрите-ка. Мы за первый... Ну, за целый эпизод беготни по штабу не смогли здесь осмотреть все. Чего? Мы еще можем... Давайте попытаемся просто связаться. Было бы интересно. Этот терминал отображает информацию о системах базы. Кажется, все в норме. Изучаем систему безопасности. Сводка состояния систем показывает, что на данный момент все в норме. Число прежних тревожных оповещений так велико, что уходит за край экрана. Изучить проблему с поведением слуг. После некоторых поисков вы обнаруживаете скрытое меню. Основной процессор перегружен очередью из многих тысяч запросов, поступивших более ста лет назад. Удивительно, что роботы-слуги вообще в состоянии принимать какие-либо решения. Пишем скрипт, чтобы убрать запросы. Проверив свой код, вы запускаете его и видите, как исчезают просроченные запросы. Восстанавливается стандартное быстродействие процессора. Накопившиеся запросы удалены, и компьютер показывает только несколько тысяч непрочитных сообщений. Теперь работать с ними должно стать полегче. Старый журнал охраны. Архив. Так, несколько тысяч. Ладно. В главное меню. Что еще у нас есть? А, отойдем. Ну, как минимум, мы счет поднастроили. Что-то оптимизировали. Может, это поможет. Не знаю. Тут игра того времени, когда любая мелочь может что-нибудь сделать. Радиопомехи. Фуф. Ну что ж. На этом давайте этот эпизод закончим. У нас с вами, скорее всего, будет еще один эпизод изучения базы. Но настолько она большая. Но потом, я надеюсь, мы с вами отправимся в пустоши посмотреть на мир, так сказать. Вот. Следующий эпизод будет завтра. Спасибо огромное всем, кто поддерживает канал. Ну, и спасибо всем, кто пришел посмотреть этот эпизод и дошел до конца вместе со мной. Что ж. На этом все. Всем удачи, счастливо. И пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok